Всем привет, друзья, это Азимов Альберт. Я хочу сегодня с вами поговорить о том, как выглядит типичный deal, типичная возможность для нас, чтобы купить прекрасный дом с замечательной перспективой по прибыли, где можно сделать 50, 80, 100 тысяч долларов на этой сделке. И я для этого возьму ситуацию не такого типа, где дом совершенно убитый, нужен большой ремонт, владелец не хочет делать этот ремонт, владелец не хочет платить ежемесячное платеже за этот дом и так далее. Вам это болото не надо. Давайте сейчас возьмем в качестве примера прекрасный домик, который построен совершенно недавно, где-то 3-5 лет назад, и я покажу на этом примере, как в абсолютно любом городе, абсолютно любом штате в Америке может образоваться мотивированный продавец. Окей, я для этого возьму простую схему, и вот как она будет выглядеть. Смотрите, для того, чтобы нам определить, является ли этот владелец мотивированным, первое, что нам нужно, это задавать ему вопросы. Если вы не задаете вопросы, то вы никогда не узнаете, этот владелец мотивирован, он хочет вам продать или нет. А если вы ему каким-то образом не дали информацию о том, что вы являетесь потенциальным покупателем, то с чего ему самому отвечать вам на эти вопросы? То есть мы должны как-то позиционировать себя, что мы покупаем дома, мы действительно это делаем каждый день, а после этого, после того, как вы познакомились с владельцем, уже начинать задавать вопросы относительно того, что мы можем купить у него, что он нам может продать. И вот какая схема. Смотрите, первое, что нам нужно, это хотя бы приблизительно знать, какова сумма ежемесячных моргаж-платежей по этому дому. Если там сумма моргаж-платежей, например, находится вот здесь, ну, скажем, одна тысяча долларов в месяц, то вторая вещь, которую нам нужно спросить, это нам нужно спросить, сколько рент в этой эре для домов такого типа. Почему для нас это важно? Потому что у любого хоум-оунера в Америке запасной план, в том случае, если он сам не в состоянии нести платежи, запасной план – это сдать свою недвижимость в рент. Согласны? И вот смотрите, какая штука. Если окажется, что справедливый рент для этой недвижимости, скажем, 1900 долларов в месяц, эту сумму мы называем Fair Market Rent. FMR. Fair Market Rent. И у нас между ежемесячными платежами, то есть обязательными платежами по моргиджу, и Fair Market Rent, видите, 900 долларов запаса, то эта проперти, у нее жирный потенциал. И владелец недвижимости, даже если он сам оказался в беде, он сам не в состоянии платить платежи, недвижимость стоит вакантно, он всегда ее может сдать в рент, и всегда может начать платежи получать от арендатора, и деньгами арендатора иметь кэшфолл, то есть поток пассивного дохода, а вот эти вот деньги отправлять на ежемесячные платежи банку. Но иногда ситуация бывает совершенно другая. Давайте я вам ее нарисую. Например, ежемесячные платежи по дому, моргидж-платежи 1700 долларов в месяц, а справедливый рент, ну или средний рент, для домов такого типа 1500 долларов в месяц. То есть, видите, здесь есть проблема, потому что владелец недвижимости, он ее купил, у него все хорошо, проходит там 2-3-5 лет, что-то пошло не так. И он не может оформить ежемесячные платежи в сумме 1700 долларов в месяц. Он пропускает один месяц, второй месяц, и он думает, а сдам-ка я в рент эту недвижимость, для того, чтобы покрывать эту сумму ежемесячную. И когда он узнает, что оказывается в рент, он ее может сдать не дороже, чем 1500 долларов в месяц, а то и ниже, то он начинает грустить и думает, боже, зачем я купил недвижимость с такими ежемесячными большими расходами, когда мне нужен был дом, возможно, поменьше, или я бы вообще жил в ренте. Еще из-за чего это происходит иногда, когда семья собирается вместе, там муж, жена, дети у них появляются, они покупают большой дом, они покупают с размахом, они хотят, чтобы у них было место, где оставить их мотор-хоум, они хотят, чтобы был газон, где гулять с их собакой, они хотят, чтобы был большой бассейн, где будут плавать их дети. И эти все планы заканчиваются в тот момент, когда семейная пара разводится. Мальчик-девочка сошлись, купили вместе дом, мальчик-девочка разошлись. И вот в этот момент муж не хочет делать платежи по этому дому, потому что зачем ему такой большой дом, жена не хочет делать платежи или не может, потому что она уехала к маме, допустим. И мы видим прекрасную недвижимость, большую, дорогую, с потенциалом, с equity, но проблема в том, что ежемесячные платежи уже не плачены, допустим, 6 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев, и дело идет к феркложу. И они не могут ее сдать в рент, потому что рент вообще не решает вопрос, потому что рент кто-то должен менеджировать. Недвижимость сама себя не сдает в аренду. Для того, чтобы сдавать недвижимость в рент, нужен какой-то человек, какой-то property manager, который будет этим заниматься, потому что кто-то должен сделать прескрин тех потенциальных кандидатов на рент, которые будут желать снять в рент эту недвижимость. Потом кто-то должен ежемесячно им отправлять какие-то письма или какие-то счета и получать от них какие-то чеки ежемесячно. Потом кто-то должен отвечать на их звонки, почему у них там какая-то труба течет. Кто-то должен maintenance делать. То есть кто-то должен всем этим заниматься. Как правило, если муж с женой расходятся, поссорились, то некому этим заниматься, и недвижимость просто уходит с молотка. Еще одна штука, еще один сейчас приведу вам пример, как выглядит потенциальный шикарный кандидат для того, чтобы купить у него недвижимость и спасти его. Итак, представьте себе владельца недвижимости, который является лендвардом. То есть он уже сдает недвижимость в рент, и в его арендованной недвижимости проживают люди. И большинство лендвардов в Америке действуют по следующей модели. То есть они сами купили недвижимость в ипотеку, ипотека здесь, платежи от арендаторов чуть выше. Все, что между этим, это их прибыль. То есть платеж по ипотеке, допустим, 1500 долларов в месяц, а лендварду арендатор платит 1800 долларов в месяц. Это небольшие деньги, видите, 300 долларов разницы между 1800 и 1500. И лендвард думает, ну, ничего, я буду владеть этой недвижимостью 15-25 лет, и потом у меня вырастет моя equity, которая выплачивается, по сути, которая выплачивается деньгами арендаторов. Потому что ежемесячный вот этот вот платеж, который уходит банку, уменьшает принципу на моргидже за эту недвижимость. И equity унера растет где-то долларов на 500, допустим, каждый месяц, и плюс он имеет 300 долларов каждый месяц кэшфу, и он, ну, как бы тешит себя мыслью, что, ну, это выглядит неплохо. 500 плюс 300, то есть на 800 долларов каждый месяц я становлюсь богаче, благодаря тому, что у меня живут в недвижимости арендаторы. Что происходит дальше? Происходит какой-то затык с платежами, и арендаторы перестают вносить вот этот платеж. Его больше нет. И лендор следующий месяц платит из своего кармана. То есть вместо того, чтобы иметь плюс 300, как он привык, он вместо этих плюс 300 имеет минус 1500. И лендор думает, ну, ладно, два-три месяца я сейчас выселю моих этих бестолковых арендаторов, поселю нормальных, и все будет опять хорошо. Подходит следующий месяц, опять минус 1500, следующий месяц опять минус 1500, потому что арендаторы уже живут бесплатно. И лендор уже недоволен своей инвестицией, недоволен своим бизнесом, и он думает, на кой мне это нужен? Этот дом, эта попытка построить эквити, ни черта не получается, не работает эта бизнес-модель, надо избавляться от этого всего. И он свою недвижимость купил, допустим, за там 300 тысяч. Ну вот этот дом на картинке стоит 300 тысяч. Он ее купил с 300 тысяч, с даунпейментом 10%, то есть его инвестмент 30 тысяч, а 270 внес банк. То есть 270 на 30, это то, как он купил эту недвижимость. Его эквити 30, и она до этого, она росла, но теперь она не растет, теперь она наоборот уменьшается, потому что каждый месяц, помните, он вносит моргидж-платеж просто со своего кармана, и он совсем не планировал это. У него есть другая недвижимость, где он живет, и там все в порядке. А эту он держал просто потому, что собирался себе пенсию строить. И тут он узнает, что этот процесс с выселением, он может затянуться. И он может занять еще 3-5 месяцев. И этот парень, он становится совсем таким, знаете, вот у него уже паника начинается. То есть он думает, ну, боже, ну, зачем я в это влез? Это тоже очень хороший кандидат для того, чтобы у него купить дом. На каких условиях мы можем у него купить дом? Я могу у него дом купить с существующими жильцами, с существующими арендаторами, и я могу у этого парня дом купить вот за вот эту сумму, за 270, то есть практически за ту же самую сумму, сколько сейчас общая сумма долга на этой недвижимости. То есть сумма принципов. Если он мне сделает дисконт, 10%, то есть вот эти 30 тысяч down payment, если он забудет о них. И вот эти 270 тысяч, эту ипотеку, мы оставим как существующее финансирование. То есть мы оставим как subject to existing financing. Я не буду квалифицироваться на mortgage на 270, я использую его существующее финансирование, которое уже есть на недвижимости, его ипотеку, и просто буду ее продолжать платить следующих там 20, 25 лет, 30 лет, столько, сколько понадобится. Какой мой расчет? Во-первых, я могу купить такую недвижимость абсолютно без денег. За 1 доллар, ну или за 10 долларов. И для него это спасение, потому что я его спасаю от того, чтобы он не был должен большую сумму 270 банку. Я его спасаю от ежемесячных платежей 1500, которые он уже заколебался платить. И я его спасаю, самое главное, от тех арендаторов, которые засели в его недвижимости и с которыми у него плохие отношения. Естественно, возникает вопрос, если для него это проблема, то зачем мне эта проблемная недвижимость? Ответ, потому что как тот или иной лендвард решает проблемы зависит от скиллов, от навыков того или иного лендварда. Он не умеет решать проблемы с арендаторами. Я умею. Поэтому разница между нами состоит только в том, что я умею с определенной недвижимостью обращаться, он не умеет. В силу своего неумения у него это проблема. У него вдох, у него просроченные платежи и все идет к тому, что эту недвижимость он потеряет через форкложу. А вот это уже действительно проблема. Потому что форкложа испортит его кредит и он будет иметь проблемы потом в будущем со многими другими объектами или со стоимостью иншуранса или с кредитами или еще с чем-либо. Он не хочет в этой беде оказаться. Поэтому для него гораздо проще сделать мне дисконт 30 тысяч, отдать мне эту недвижимость существующим долгам и помахать рукой и сказать все, забирай и сам разбирайся с этими арендаторами. Как разбираться с арендаторами? Я об этом рассказываю немножко на своих занятиях, потому что это обычная, довольно типичная ситуация. Если лендорд, инвестор, если он не умеет решать вопросы с арендаторами, то ему вообще нечего делать в этом бизнесе. Потому что теоретически любой арендатор может приостановить платежи, ну, дефолт сделать. И это не должно означать для тебя потерю твоей недвижимости. В данном случае этот парень, видите, его equity, она была сравнительно небольшая, около 10% в этой недвижимости, поэтому он достаточно легко может из нее уйти. Теперь внимание вопрос. Как вы думаете, кто первым видит таких мотивированных лендордов в той ситуации, когда они не имеют своевременных платежей от арендаторов? Правильный ответ менеджмент компания, которая управляет недвижимостью для этих лендордов. И менеджмент компания, когда она видит, что один из их владельцев домов, в доме, которого живут арендаторы, не получают платежи уже два или три месяца, то менеджмент компания, естественно, у них сотни домов в управлении, и естественно, она этому владельцу недвижимости, Джону Смиту, скажет, Джон, зачем вам эта проблема? Давайте мы у вас просто купим эту недвижимость, оставим существующее финансирование, и уже дальше мы будем заниматься этими проблемами, с этими арендаторами. Велика вероятность, что оунер недвижимости скажет, ну окей, я согласен, хорошо. Видите? Поэтому доступ к свежей информации о том, что какой-то оунер недвижимости в проблемах, или какой-то лендворд в проблемах, это большая штука. И как мы можем получать этот доступ? Мы можем только через задавание вопросов, узнавать информацию о том, что кто-то в трудностях. Я знаю абсолютно в каждой группе у меня есть студенты, которые говорят, Альберт, у меня есть знакомый, который там имеет на доме пять пропущенных платежей, и я не знаю на как к нему подойти. Я говорю, подожди, это ж твой знакомый, ты знаешь его имя? Да, его зовут там Саша. Окей. И что у них со ситуацией? У них дом, дом стоит там 250, у них немного equity, потому что они купили с маленьким downpayment, там 3,5% было downpayment, они купили через FHA loan, и они не платят уже там пять месяцев. Я говорю, и что, ты мне звонишь вместо того, чтобы звонить им? позвони им и скажи магическую фразу. Саша, я познакомился с инвесторами, которые покупают дома именно в такой ситуации, как твоя, там, где какие-то пропущенные платежи, там, где какая-то задолженность, там, где при форкоже ситуация. И они покупают быстро за кэш и делают козинг за 5-7 дней, и оплачивают расходы на козинг, и они также делают это без real estate комиссионных, то есть, ты не будешь иметь расходы на real estate агента. После этого нормальный владелец недвижимости должен сказать, ну, окей, дай мне их номер телефона, я им перезвоню. То есть, вот так это должно работать. Поэтому, парадокс в том, что многие студенты, которые, ну, записываются на мои занятия, их нужно даже больше учить не тому, какие стратегии, там, какие-то там хитро сделанные методики, там, гениального. Нет. Нужно учить простым вещам. Коммуницировать с людьми вживую и по телефону. И задавать правильные вопросы. Как дела? Как ситуация с вашей недвижимостью? Как у вас equity? Как у вас ну, мы с Наташей разводимся. О, серьезно? А кому останется дом с платежами по дому? Ну, мы еще не решили, потому что у нас платежи, там, 2000 долларов в месяц, а мой доход только 3000 долларов в месяц. И я не могу оформить один платежи по этому дому. Вот, у вас готовый кандидат, которого надо спасать срочно. Потому что, если вы еще протянете один-два месяца, его дом просто уйдет на фаркложе. И у этого человека будет разрушен на много лет вперед, разрушена его кредитная история. Окей, я дал вам какие-то точки, которые, от которых вы теперь поймете, каким образом легко можно начинать двигаться. И главная наша стратегия, это не какие-то хитрые маркетинговые исследования, не какие-то секретные, теневые списки мотивированных селлеров. Я емал сегодня получил, в котором написано «Альберт, скажите, где брать списки мотивированных селлеров?» Таких списков не существует в природе. Если бы они были, то за них бы очень большие деньги давали. Мотивированного селлера вы можете определить, только задавая вопросы тому или иному владельцу недвижимости. Все, точка. если это владелец недвижимости, у которого расходы на недвижимость больше, чем он в состоянии платить, все, это готовый мотивированный селлер. Или это лендорд, у которого бизнес не идет, у которого арендаторы не платят платежи и лендорд из-за этого в беде. Все, пойдите, спасите его, купите у него дом. Окей, у меня на сегодня все, подписывайтесь на канал, я буду стараться больше давать ценных каких-то вещей, которые вы можете использовать на практике, чтобы покупать дома в Америке и покупать их не где-то в другом углу США, а в своем городе, в своем аккаунте. Окей? Всем пока и хорошего дня!